Украина подписала соглашение о разделе продукции с американской энергетической компанией «Шеврон». Договор коснётся поиска и добычи сланцевого газа на Олесском участке на западе страны. Как ожидается, это поможет Киеву сократить свою зависимость от российского «Газпрома», у которого цена за газ для Украины достигает 400 долларов за тысячу кубометров. Официальная церемония подписания состоялась в присутствии президента Украины Виктора Януковича. Ранее премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства сообщил, что американская компания намерена вложить в разведку запасов сланцевого газа около 350 миллионов долларов. При этом общая сумма инвестиций, включая добычу, составит порядка 10 миллиардов долларов США. Олесское месторождение находится на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей. Как предполагается, оно содержит около 3 триллионов квадратных кубометров газа. При этом ежегодный объём добычи сырья может составить около 8-10 миллиардов кубометров. Для сравнения, в текущем году объём импорта российского газа в Украину составит около 18 миллиардов кубометров. Это уже второе соглашение о разработке месторождений сланцевого газа, которое Украина подписала в этом году с иностранными компаниями. Ранее в январе похожее соглашение было заключено с англо-голландской Shell. Компания будет добывать сланцевый газ на Юзовском участке, расположенном на востоке Украины. Между тем, украинские природозащитники уже бьют тревогу. По их словам, для извлечения сырья на поверхность в пласты почвы нагнетается вода, смешанная с химикатами. Эти вещества являются крайне опасными, и, попадая в подземные воды, а затем в водоёмы, могут вызывать у человека разнообразные заболевания. Глава Украинского экологического центра Ярослав Мовчан считает, что компании, с которыми Украина заключила договор, в прошлом проявили себя с негативной стороны в других странах. Конечно, правительство говорит, что оно будет требовать от компании, чтобы компании добывали газ безопасным способом. А другое дело, что те компании, которые к нам идут, это «Монстры», «Шелл», «Шеврон», за которыми тянется уже след грязных дел в Африке, Латинской Америке, в Азии. И, безусловно, одно дело – обещать, другое дело – реально делать. Стоит отметить, что украинские власти также планируют добывать газ на глубоководном шельфе Чёрного моря. Конкурс на заключение контракта по участку Скифский выиграл консорциум, в который вошли американская ExxonMobil, Shell, австрийская OMV и национальная акционерная компания Надра Украины.